Друзья, это небольшой театр, и это рецепшн отеля. Ну что ж, у нас есть немного времени, а если быть точными, то час для того, чтобы посидеть в прямом эфире. Давайте поболтаем, раз уж судьба благоволит. Это что за блеск? Вот так. У Савы свои движухи, пока что покажу вам. Смотрите, как украсили уже новогодними штучками. Значит, интерьер. На улице сегодня замечательная погода. Ой, жалко, что мы уже туда не пойдем. Привет, мои любимые. Всем привет-привет. Уже посыпались вопросики. Расскажи об отношениях с Майами. Блеск красивых глаз. Спасибо. С Майами, ну, во-первых, он на 2 года младше меня, и знаете, как это отношения были, в которых было очень много страсти, но мне от него не хватало мужественности, смелости. Мне хотелось, чтобы рядом со мной был сильный, мы ждем, пока у нас будет выезд, рядом со мной был сильный партнер, сильный мужчина, а Олег был такой на достаточно слабых позициях. Вот, ну, все бы ничего, мы с ним встречались, он готовил мне курицу, помню. Вот, ну, в какой-то момент съездил в свой Екатеринбург, и появилось видео, где он жамкает там какой-то блондин. Это вот любимая история дома 2. Естественно, мне, как всегда, было больно, обидно, но на доме 2, как бы, есть такие моментики, постановочные какие-то, знаете, видосики появляются, и обычно между собой участники могут договориться. Типа, вот, там будет большой индианц, ты там сильно не реагирует, договорняк, например. А тут меня никто не предупредил, и я не могла понять от него, на самом деле, это по-настоящему он жамкал бабу, или какая-то постанова, что это вообще было. Вот, он отмолчался, по-моему, или я не задала вопрос, не исключаю такую возможность, у меня были проблемы с проговариванием ситуации. И это вот мы были в отношениях, уже шел разговор о том, что Олег хочет на меня жениться. Помню, он подарил мне сережечки золотые, потом вроде как должен купить кольцо был, а для меня это был серьезный шаг. Я думаю, господи, что делать? Пошла к продюсерам, и один говорит мне, вот, просто чтобы прочувствовали, как там сложно было вообще понять, где тот царь, который в голове должен сидеть. Я говорю, что делать? Один говорит, Катя, круто, чувак любился, любит тебя, хочет на тебя жениться, радуйся. А второй, ну что, ебанулась. Да, ты же просто, ну вообще, на него насрать на тебя, он эфир и делает, он хочет делать эфир. Конечно, свадьбу все покажут, еще и денег хочет выиграть. И я сидела такая, думаю, так, где правда, где ложь, так. Он жал полтеку, наверное, тот продюсер, который сказал мне, что это все ради эфиров, он прав. И я его обижал, Самсонов, тогда на проекте. А когда он был со мной в отношениях, вроде бы как бы все стабилизировалось, потому что я была достаточно сильная участница. И я потом просто нежданчиком взяла и пошла на свидание с Самсонами в кино, чем сделала Олежке очень больно. Ну и потом, естественно, мы побили горшки, а потом через какое-то время мне захотелось к Олежке вернуться. Знаете, потом был треугольник с Олег, Варя Третьякова, ну такой тоже, где-то отчасти это тоже было, чувства были, но была такая все-таки эфирная история. И я уже потом подружилась с Варей, мне уже потом в тягость был этот треугольник. И продюсеры просили, ну давайте еще чуть-чуть подеваргаем его за ниточки. И я уже такая отказалась, говорю, нет, помню этот, уже все, говорю, все, не хочу я вот этих тем, что у нас треугольник. И приходит Олег, несет в руках банку крема буренка, помните? Мазать мне ноги, типа, может, у тебя кожа пересохла. Я думаю, больная, аааа, сколько можно? Катя, спасибо большое за ответ, ты моя любимая, я любимая, смотрю старые эфиры, с тобой круто, что ты ответила. Очень приятно, всегда пожалуйста. Сейчас смогла бы пойти на такой проект? Нет, нет, и еще раз нет. Во-первых, очень изменилась концепция, изменилось руководство. Изменились люди, изменилась я. Очень много изменений. Катюш, привет из Питера, тут снежно и холодно, так что радуемся за вас, сын. А у нас уже последний день, так что будем радоваться такого-то другого. Ага, вижу, спит, сынок. Такой он смешной. Сова, вот. Очень удобно, кстати. Вот, так что, конечно, там были такие моменты иногда на проекте, что непонятно вообще, что где правда, где ложь. Это помимо того, что нужно в обществе постоянно себя отстаивать, постоянно держать отпор. И я вывела формулу, формулу, как удержаться в таком конкурентном страшном обществе, где тебя постоянно хотят подслить. Нужно, чтобы было три группы людей. Это очень цинично, но все же. Участника такого проекта. Значит, это должны быть обязательно друзья, которые тебя поддержат, не дадут в обиду. Обязательно должны быть враги, с кем ты будешь сраться. Мочить, держалося. И третья категория людей, которыми ты пожертвуешь на голосование. У меня вот только в категорию попадали какие-нибудь новенькие ребята, кто не смог у себя проявить. Но как-то где-то перешел мне дорогу. Я цинично говорила, да ничего, все нормально. А потом, извини, ничего личного. Как у нас было модно. Это шоу-бизнес, детка. И сливали. Ты просто, Майкис, в Питере ты... Нет, я еще не в Питере. Мы еще сидим в отеле. В Турции, вот, смотрите. Люди в халате. А в Питере мы будем 28 числа. Мы сначала прилетаем в Москву. Потом будем пару дней в Москве и полетим в Питер. Там уже месяц в сад не ходим. Вам 35? Да, мне 35 лет. Сама иногда об этом забываю. Приходится. Сейчас ребенок очень сладкий. Спасибо огромное. Очень приятно. Мы вчера познакомились с девочками такими классными. Ну, как не вчера, мы раньше познакомились, но вчера вечером. Я даже не вышла от эфира, потому что мы сидели, очень долго разговаривали. У них тоже детки маленькие. И так приятно, что Савен сдружился с мальчиком одной из девочек. У другой девочки просто, она 3 годика маленькая, помладше. Но все равно очень плево провели время. Катя, как ты стерпела этого агрессора Филиппа Алексеева? Недавно увидела, как он тебя жестко бил. Вот эту тему до сих пор не могу комментировать. Это было настолько страшно, что у меня ком в горле. И я не хочу погружаться опять в эти эмоции. Как привет из Кирзикизии. Мы зиму хотим. Весна задержалась плюс 20. Ну, это не от меня зависит. Да, золотые годы были ваше время. На доме уже давно не смотрим, неинтересно. Приятно, что вы так считаете. Я тоже так считаю. Мне кажется, тогда было как-то более целомудренно. И сам проект воспринимался, как такой студенческий лагерь, за которым можно понаблюдать. То есть не было столько, как правильно выразиться, столько откровенностей, столько таких серьезных каких-то проблем. Вот, как мне кажется. Хорошего полета, мягкой посадки. Спасибо большое. Почему решили пойти на проект? Знаете, я не помню, рассказывала я или нет, но сейчас готова рассказать эту откровенную историю, прям как есть, чтобы вы поняли вообще, каким образом в нашей жизни появился проект. Вот работали мы в кубанском казачьем хоре. Мы с Украиной родились в Одессе. И потом мы переехали в другой город в 11 лет. Это вот предыстория. Закончили там музыкальное училище. Я флитистка, сестра кларнетистка. И пошли работать в такой народный хор, музыкальный коллектив при филармонии в городе. И потом туда приехал кубанский казачий хор. А у нас журналист. Мы такие были местные звезды, знаете, выступали на дне города. Нас по телевизору показывали. И были знакомы журналисты. И тут знакомая журналистка забегает, говорит, «Так, девчонки, иди сюда!» Взяла нас за руки и пихнула в кабинет к директору. «Прослушайте этих девочек!» И закрыла за нами дверь. Мы успели народную песню. И нас... «О, как хорошие девочки, мы вас возьмем. Приезжайте в Киев, на всякий случай возьмите вещи. Если что, возьмем вас сразу на работу, поедете на гастроль». Ну, вот так мы устроились в кубанский хор. И при этом мы были тоже с Украины, с украинским гражданством. Вот, про работу поехали туда. Уехали в Краснодар, проработали два с половиной года. Потом оказалось, что у мамы рак. Мама заболела раком. Мы забрали ее с Украины в Краснодар. Ну, и через какое-то время, в 2010 году, она умерла от рака. Маска задергалась. Пожалуйста, пожалуйста, не покидай мое лицо маской. Нет, 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 что происходит? Вот. В общем... Все. Мира чувствует техника, мои переживания. В общем, получается, после смерти матери начались какие-то неприятные ситуации в кубанском казачьем хоре, которые нарушали наши права. Не буду сейчас о них говорить. В общем, образовался скандал. Мы написали на руководство кубанского хора заявление. Были проверки, были скандалы. Господи, что это было? Юлю удалось уволить по статье. Меня не удалось, потому что мы не опаздывали. Мы знали материал. Мы, ну, как бы... По статье же можно заправить прегрешение воли. Вот. Я уволилась сама. И мы оказались в Краснодаре. Без работы. Без гражданства. Без денег практически. И такие сели, думаю, бля... Чё делать, чё делать, чё делать, чё делать? Чё делать вообще просто. И увидели по телевизору, что идет набор... Ну, этот... В Дом-2. Такие, ну, давай хоть туда сходим. Пошли. Ночной клуб, как-то он там назывался. В ночном клубе был кастинг. И там на кастинге мы познакомились с Ильёй Гожиенко. Он нам подсказал, чё там, да как, помог пройти. Мы рассказали, что вот у нас такая ситуация. И он дал нам номер телефона человека, который... А никто не хотел брать на работу, потому что украинское гражданство. Типа... А, вы какие милые девочки. Конечно, заходите, заходите. А, Украина... Нет, не возьмём. Там, ну, там, фото покупать надо. Проблема. Вот. И мы, получается, остались такие две безработные. И в какой-то момент устроились на работу официантками. Как раз у знакомого мужчины Ильи Гожиенко. Проработали там, по-моему, 20 дней. И потом нам позвонили из Дом-2, что мы ждём вас. Приезжайте. А у нас денег только на... Ну, они вернули потом деньги за билет. Но у нас денег только на один билет. Ну, одну поездку туда. И вот мы оставили эту квартиру. 14 тысяч рублей за неё платили, по-моему. У мамы внутри 100 в голове было исходить. Сейчас будет везде вода. Тает снег, да? Сейчас потопит всё. Оставили эту квартиру. Полетели. У нас был перевес багажа. Не хватало 100 рублей для того, чтобы этот багаж погрузить. Ещё такие цены, да? 100 рублей. Когда такое было? В Краснодарском аэропорту. И Юля. Ой, молодой человек. Какой-то парень. Помогите нам, пожалуйста. Нам 100 рублей не хватает. Досыпьте, пожалуйста. Вот увидите, мы станем известны. У нас по телевизору будут показывать. Представляете? Он, да, конечно, девчонки. Дал нам эти 100 рублей. Наконец-то мы погрузили. Ну, сдали багаж. Прилетели. И нашим условием было то, что либо берут нас обеих, либо мы обе уходим. То есть мы вот так вот взяли их на шантаж. Поэтому долго нас не приглашали. Потому что одновременно взять сложно было двоих участников. Почему уже тогда не хотели в Украину? Я позже расскажу об этом. Вот. И, получается, мы пришли на проект. Остались. Нам некуда было идти. У нас была живая рана. Мама умерла, получается, 7 мая 2010 года. А осенью мы уже пошли на проект. Потому что нам просто надо было как-то выживать. Нам некуда было деваться. Непонятно было, что делать. Вот. И в нашем случае было из плюсов, конечно, что там такая возня, постоянно суета. И ты отвлекаешься от каких-то моментов, которые могли очень сильно ранить душу. Да? Там смерть близкого человека. Какие-то страхи. Проект все-таки обеспечивает жильем. Обеспечивает питание. Одежда там тоже была. Платили деньги. Если продержишься 100 дней, получая участник, как раньше там было, компенсацию какую-то, условно говоря, как будто бы то ли 16 тысяч в месяц за 3 месяца, то ли 18, я вот не помню. Но в Кубанском хоре нам платили ничтожно мало. В Кубанском хоре нам платили 9 тысяч, по-моему. Бананчик, да? Затопленные дома. Вот. Поэтому... Затопленные дома. М? Затопленные дома. Да. Вот. Поэтому у нас выбора не было. И это была такая, знаете, история про выживание в какой-то момент. Так, видели последний эфир и заказали, читайте, кому я могу, заказали Роблокс, да? Классно. Так вот. Ну все, я рассказала, да? Такое я... Ну и потом, соответственно, мы пришли вместе на дом 2, потом появилась вот эта история с Юлиными отношениями, потом она забеременела. Это было ужасно, просто ужасно. Представьте, мы две, сколько там, по 21 году, две девочки с Украины без жилья, соответственно, платим за эту съемную квартиру ежемесячно, потому что боимся, что нас выгонят. Куда мы будем идти, что мы будем делать, вообще непонятно. Вот так вот было. Еще Юля забеременела, еще этот от нее отказался, уходит. Мы просто... Мы охуели, честно. Я говорю, Юль, я что хочу делать, я буду продавать пирожки на вокзале, это, по-моему, даже в эфире было, хотя я тебя не брошу. И продюсер вызывает, говорит, иди делай аборт, мне нужны тут дети на проекте. И так там, как эта полиция, мы слезы, мы просто... Мы еще думали, что у нас первая отрицательная группа, и был по крови, и аборт в принципе нельзя делать, да, но при таких обстоятельствах тем более нельзя, потому что можно никогда в жизни не родить ребенка. Вот. Юля в слезы, я в слезы, мы в шоке. И когда этот отказался, оставил ее, продюсерам понравилась такая история, что он такой идиотский поступок совершил. Вот. Всех начало триггерить, это вообще-то, на самом деле, сплошь и рядом такие поступки, к сожалению, происходят. Вот. О! Пришел наш автобус. Да, это было страшно, это было больно. Вот то, что Юля забеременела. Как бы нести... Все девочки себе представляют немножко по-другому, наверное, начало семейной жизни, да. Вот было... Здесь было так. Так, все, что пишете дурацкое про Юлю, буду игнорировать. Я вас обожаю, расскажите, пожалуйста, как закончилась история с красавцем из отдыха. Я пропустила очень часто. Смотрите, рассказываю честно, вот честно, как есть. Мои эмоции. Вот я сижу в кафешке с Савенком, вижу, думаю, ой, красавчик, симпатичный. Вот. Я рассказывала уже в сторисах, прохожу с Калявском. Да, здравствуйте. И не пошел за мной. Не пошел, ничего не сказал. Ну, как бы я же не буду. Что здесь делать, отдыхать? Который день? Я не стала. Думаю, ни разу не пошел, значит, и окей. Мы пошли в номер, повалялись с Савенком. Мы пошли в номер с Савенком, повалялись. И как раз я испугалась, что уехал автобус. Господи, ёпта. Подождите, другой подъехал. И он идет из-за лифта, выходит такой. Здравствуйте. Ну, я уже не стала сдерживаться эмоций. И я сказала, господи, наверное, Пегас уехал? Нет? Я говорю, господи, наверное, это судьба. И он, да, давайте познакомимся. Мы пошли в кафешку, стали общаться. Минуту. Стали общаться. Нет. Наверное, не наш был. И оказалось, что он... И оказалось, что он... Турак плохо говорит, ну, как он хорошо говорит на русском, для турка вообще супер. Но начальник анимации и разговор оказался такой неинтересный. Для меня мужчина, это, сами понимаете, интеллект, это его опыт, ну, то есть какой-то шарм. Очень милый парень, но, как говорится, все упало, знаете. Вот. И я как-то вот, как вам сказать, спокойненько уже относилась к этой истории, чтобы пообщаться. И не особо хотела идти на контакт. Мне даже была лень. Мне даже напрягало. Потому что вот мы обменялись номерами, и он писал, что, выйдешь, когда там что-то... И я думаю, господи, я хочу спать. Вот. И было такое, что мы сидели в холле, он с Савушкой так игрался мило, развлекал. Ну, как бы я... Он пытался меня вызвать на рандеву вечернее. Я сразу сказала, что вот эти вот на отдыхе какие-то отельные движухи, шурмуры, это вот не моя история. То есть мне... Я за общение, я за познавание новой культуры. То есть мне было интересно послушать о том, как складывается его быт, какие у него ценности, знаете, так. Но какие-то вот эти движухи, то есть я заподозрила в нём вот этого вот какого-то кабеля, и меня это оттолкнуло сильно, до такой степени, что я, если честно, сливалась. Дня два, наверное, чтобы не общаться. Ну, а потом приятно так посетили пообщать. Песня «Останься со мной». Хорошо, что вы напомнили. Да, должна быть автобус. Ну, вот говорят, вроде бы, что это не наш. Пегас должен подъехать. 14.45 выезд. Не может же быть, что вот в 13.58 уехал наш автобус. Спасибо большое за добрые сообщения. Молодцы, сестрёнки, другие по миру пошли. А эти девочки сами всего добились. Вы знаете, я не склонна осуждать, потому что, наверное, у каждого человека есть какая-то мотивация, да? И даже если уровень ценностей разный, нужно давать людям на это право. Просто единственный момент, что мы обязаны перед собой именно свой круг общения, выбирать равным себе. Вот, почему с Украиной расстались? Потому что вот на тот момент... Не знаю, украинцы не любят, когда я это говорю, но что есть, то есть. На тот момент, когда мы были в Одессе, значит, мы жили в 4-комнатной квартире в милицейском доме. Вообще до развала Советского Союза жили, как сыр в масле катались. Потом произошёл развал Советского Союза, и очень резко ухудшилось состояние, и многие переезжали из городов в Сеула, чтобы как-то выжить. Потому что в селе можно вырастить там еду, картошку, всё что-то. Вот. Мама продала квартиру, мы переехали в деревню. И в надежде на то, что она спроектировала новый дом, в надежде на то, что мы купим... Ну, она купила такой, знаете, глиняный старый маленький домик с территории, в надежде на то, что мы построим на этой территории новый дом. Ну, естественно, чуда не произошло, деньги сквозь пальцы разошлись, и никто новый дом не построил. И так и остались мы жить вот в этом вот... был глиняный дом с деревянным полом, туалет на улице. То есть это были для меня очень тяжёлые условия. Там надо было топить печку дровами, нужно было колоть дрова, или уголь покупать. Вот. Был вот такой вот дом. В деревне, куда не хотелось возвращаться. Понимаете, да? Поэтому и в Украине, к сожалению, было сложно реализоваться с музыкальным образованием, потому что создавалось ощущение, что везде занято всё своими жопами. Куда не приди, всё везде занято. Нет, 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 везде отказы. Раз. А второй момент, началась вот эта история, говори украинскую. Ну, прям травили, честное слово. Потому что мы русскоязычные были, и очень сильно раздражали украиноязычных людей своей русской речью. Мы как бы говорили на украинском языке, конечно, в госучреждениях. Экзамены сдавали на украинском языке, но говорить на украинском не хотелось. Вот. С той жизнью из Украины с кем-то общаетесь? Наверное, нет. И с братом очень редко общаемся. Так сложилось. На Заболотного жили в Одессе. Да, да. Ходили в 15-ю школу. Видно было, что очень хотел отдалить вас с сестрой. Да, Тигран. У них была такая мерзкая миссия разъединяя и властвуй. Стоп, пупсичка. Не устал? Вот. Любимка. Как приятно. У тебя голос, как у Юли. Удивительно, как будто бы родственники. Какая у тебя харизма? Спасибо большое, Юлечка. Очень приятно. Катя, по вашей рекомендации написала астролога Елене. И какая же она приятная. Всегда отвечаю. Спасибо. Ух ты. Огромная за правдивый рекомен. Она потрясающая. Она так смягчает. У тебя таких нежных людей редко встречают. Спасибо вам большое, что вы написали прям сюда. безумно приятно. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, по вашей рекомендации делала разбор. Уже заказала себе счастливые цвета. Хотелось бы узнать, вы после разбора и своего цвета. Видите, какие изменят? Вот цвет карьеры, который сделала мне Лена. значит, через две недели я почувствовала, что у меня подросли охватики. Через месяц выросли подписчики. Такое приличное количество подписчиков. Хотя, вы знаете, как сейчас сложно собрать аудиторию. что еще? Менеджер мой говорит, Катя, все хотят тебя, все хотят Артура, все хотят ко мне на рекламу. Она говорит, что происходит? Я говорю, вот видите, поставила аватарочку, синий цвет, сделала она, Катя, я это чувствую. Пожалуйста, ну это прям прикол. Я даже скидывала это голосовой олене, чтобы она видела обратную связь своих действий. Так, что там ненормальное? Такой спокойный малыш, чтобы даже не подумала бы рядом, что ребенок сидит. Он просто в телефончике умеет играть, вот так вот, тихонечко. И я, когда собираюсь, я боюсь забыть вещи. он тихонечко играл в телефончике, не мамкал, не мешал. Так, вы такая другая стали с рождением малыша. Да, я очень сильно изменилась. Меня изменило материнство, любовь к ребенку, меня изменили ситуации, меня изменили поиски ответов на мои вопросы, которые я, через которые, через эти ответы я наполняла себя какими-то знаниями, какими-то инсайтами. Катя, у вас есть украинская кровь? Да, у меня украинская, болгарская, русская. Куда же без нее? Вы прям как подружка. Мне это приятно. Привет, из Краснодара. Вы пример для многих. Спасибо большое. Очень-очень приятно это читать. «Я с Одессой, у меня папа живет в этом доме». Вау. Мы жили в пятой парадной на третьем этаже. Был наш балкончик. Так, я переживаю, если честно, что что-то могу ненаруком пропустить. где вы сейчас сидите, куда едете? Я сейчас сижу на рецепшене в отеле, в котором мы отдыхали. Бывший отель Альвадонна, сейчас он называется Добидан, по-моему. Вот, и мы ждем свой выезд. «Привет, вот и я поняла мою проблему, послушав твой эфир, долго одна, и все потому, что мне тоже лень с мужчинами общаться. На свидание хочется через пять минут идти». Может быть, дело не в этом. Дело может быть в том, что вы выбираете таких, которые вас не цепляют, первый момент. А второй момент, может быть, как обесцениваете само мероприятие. Мне интересно узнавать другого человека. Вот мне, например, интересно, но когда я была здесь в отеле, мне вот пишет мужчина, например, что вот мы из другого отеля хотим приехать, как дела. Ну, я понимаю, что он, наверное, хочет познакомиться, такой вроде в нормальной возрастной категории. Приехал, пообщались, подсел к нам на ужин. Вроде приятный мужчина. И потом, вместо того, чтобы вести себя нормально, видимо, подбухнул, что ли, я не знаю, начинает нарушать границы. Подошел и в ухо как будто поцелует. Я смотрю, для меня, например, это мерзкое хамство, если честно. Конечно, лещиками я за это не кормлю, но я так удивилась, когда это было лишнее. И, естественно, стало избегать общения, потому что я считаю, что если человек понюхал рюмку и его несет, мне даже не нужно узнавать, что это за человек. Для меня это однозначно недостаток. И тут я буду приносить себя в жертву, постоянно отбиваясь от каких-то посягательств. Зачем мне это? Мне это не нужно. Мне хочется общаться и получать удовольствие. Завважала вас еще больше после вашего рассказа. Вот такая милочка красивая. Спасибо большое. Это после рассказа про Дом-2. Как мы туда поступили. Мне понравился отель. Да, мне понравился. Он классный, номера неплохие. Единственный косяк, у них плохо работает вытяжка в столовой и вся еда, волосы постоянно воняют едой. Вместо того, чтобы, знаете, как вообще это понять, когда приезжаешь в отель и в ресторанах холодно, холодный кондиционер маслает, значит, не будет вонять одежда. А если, вот как у нас было ощущение, прохладно на улице, прохладно в отеле, кондиционер везде работает, а в столовой, ну вот в этих ресторанах тепло, и можно вроде как зайти погреться. Может быть, даже где-то душно. Я сначала не обратила внимания, потом поняла, что сразу же заванивается одежда, и я не люблю, когда так происходит. Да, автобус через 40 минут отъезжает, он раньше по-любому не может отъехать, но сейчас там никто не стоит. Вы очень мудро, красиво, спасибо огромное. Не жалейте, что ушли от мужа. Знаете, жалею, что, может быть, грубо уходила из-за того, что думала, что он изменщик. Если вы про второго, про первого, конечно же, нет. Нет, я поняла, что... конечно, я смотрела и понимала, что какие-то советы первого бывшего мужа откровенно не очень. Ну, ладно, имеет право, в принципе, но когда думаю о том, что он, получается, вправляет мозги женщинам, мне становится не очень приятно. То есть, он со своей колокольни, он травмированный. Уже видите, да, что он травмированный. Я не так говорил он об этом или нет, но... Ну, ладно, не буду его трогать. Кто подумает, что я прицепилась. А, точно, фамилии назовут, да, да, конечно. Да, еще никто не заходил. Что-то я паникую. Катюш, подскажи, пожалуйста, в отношениях Тигран к Юле. Он запрещал вам общаться. Он обесценивал очень все, что касалось нашей семьи, наших традиций, все, что касалось меня. Он из меня сделал нарицательное. Не будь как Катя, не будь как Катя, Катя такая, Катя всякая. Я даже знаю, что он нехило меня обсирал постоянно. Ну, это у них такой образ жизни в семье. Они вот любят. Так вот, если даже, например, все мы не без греха, иногда людям подобосрать, если у меня, например, возникало такое желание, у меня была с целью поржать. Знаете, а там прям, я вот так вспоминаю, порой было очень такое злостное обсуждение, и я помню, мы с Никитой приезжали там на какой-то праздник к ним, и я не хотела, я, знаете, за сломом карман не лезу, я не хотела к ним приезжать, потому что с порога начинались какие-то подъебосики такие дурацкие, типа, хе-хе, вот это вот, но я принимала их такими, ну, Тигран, то есть я принимала такими, как и они есть, их семью, вот, но вообще-то это ненормально. После ваших сторис, что капилляж, 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 изменял вам, я отписалась, нет, ну, смотрите, как бы, ошибиться может каждый, да, то есть, ну, да, такое было, он не хотел сознаваться, я его прям давила, признайся, 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 он сознался и сказал, что он был неправ, что он кается, то есть это все было и сказал, что больше никогда так не поступит и поэтому, как бы, эта тема сошла на нет, ну, кто не ошибается, да, вот, но, когда вот эти вчерашние комментарии я почитала, конечно, я подумала, что враг затаился, вот, но это уже не мое дело, это уже сюрприз там, следующая девушка-маташиня, носили когда-нибудь кольцо обручальное от двух мужей, носила от каждого его кольцо, кстати, с Никитой я потеряла обручку, обручалку и такая подумала, плохая примета, метро, помню, крутила, крутила в руках и потом раз, прихожу, или в солярий пошла, прихожу, потеряла обручальное кольцо и подумала, что не к добру это, а в отношениях с Алексеем я не теряла обручальное кольцо, но тоже произошло вот так вот, как произошло. Вы замечательные, талантливые девушки, счастья вам, спасибо большое. Вы все равно сестры и никакой мужик не должен вас настраивать, вас друг с другом, сестры есть сестры, ближе к сестры никого нет. Ну, конечно, конечно, и мама нам всегда говорила, будьте всегда друг за друга, никогда не предавайте, но бывает такое, что каждый может ошибиться и незрелая психика склонна поддаваться влиянию, тем более, если эта вся семейка жужжит, поэтому я никого не вину и не осуждаю, но такое было, конечно, это воздействие неприятное. Осталась беременной, муж возвращает бывшую жену. такой моментик, да, поэтому не стоит вообще вступать в отношения с теми, кто только что вышел из отношений, с теми, кто не развелся, знаете, чтобы безопасить себя, в первую очередь, потому что они могут врать, погулять и вернуться. Тигран так боролся за детей и в итоге Юля дала согласие на общение, хотя я так поняла, что не было, что она запрещала, в итоге он не приходит к детям. Ну, конечно, это же, это все была раздутая ситуация, он еще тот, ему там подсказывают и он делает то, что ему говорят, потому что сам он, наверное, не додумался до таких изощренных действий. Вот, ну, это и хорошо, что он не общается с детьми, потому что он только калечил их, когда общался с ними, к сожалению, и когда говорят, что вот я молодец, что у нас Сава с папой общается, а Юля не молодец, Алексей и Тигран совершенно разные люди, совершенно, и такого, как Тигран, мне кажется, не стоит подпускать и детям. Мое мнение. Так, 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 так. Как такое возможно, Катюш, то есть вам просто сказали, что Алексей изменяет, и вы просто поверили, ой, без разговорок и проверки. Знаете, как это было? Были еще очень весомые другие причины, которым я уже понимала, что меня не устраивает. Вот это вот, запомните, я просто не могу их озвучить. И было так, что Алексей уезжал, например, в 6 утра на работу или в 7, приезжал в 12 ночи. Целый день с ребенком я одна, там мама помогала. То есть мы его не видели, ни я, ни ребенок. И в очередной какой-то момент, у меня была очень болезненная ситуация, он так пришел, я уложила сына, уставшая такая, выхожу пообщаться, говорю, привет. Он просто мимо меня проходит, игнорирует, ха-ха, по телефону со своим другом ротом. Я почувствовала себя куском говна, которого даже уже не замечают, булькнула что-то. И я, сдержав слезы, пошла в спальню к сыну, я отселилась с сыном, совершила ошибку, чтобы Алексей высыпался, чтобы его не беспокоить. Вот, это ошибка. И я тогда почувствовала, что происходит какая-то фигня, что меня уже даже не слышат. Вот. И на тот момент у меня была подружка-экстрасенс. Она мне вроде бы как просто истину последней инстанции сказала, что он не изменяет, сказала, с кем. Естественно, я поверила. А потом это выяснилось уже через полтора года, что это было неправда. Вот так. Естественно, с той женщиной я больше не общаюсь, но не по этой причине, она показала себя в другом. Я больше не буду даже понимать эту тему, потому что не хочу. Но источник, который сказал об измене, был очень, как бы сказать, авторитетный. И очень я верила ей. Очень верила. Вот. Но даже если бы этого не было сказано, все равно были бы... Я бы просто не уходила так грубо, я бы не уходила так резко, я не говорила бы, может быть, какие-то гадости. Может быть, я пожила бы еще в этой семье. Может быть, я пошла бы к психологу и попыталась бы, не уходя, улучшить отношения, сохранить семью. может быть, мне хватило бы сил, желаний. Но в любом случае, как произошло, так и произошло. Поэтому было сложно, но, слава Богу, все это позади. Ну, да. Нет, у меня не перманент, я... сегодня изрядно накрасила брови карандашом. Так, 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 ну, сейчас... какие-то народные песни начали. Екатерина, как относитесь к тем, кто гадает на картах или торо-расклады? Вы знаете, если это адекватный, проверенный человек, то, конечно же, мне интересно. но я также знаю, что сильно много гадать нельзя, потому что это энергия, которая может сработать не в том русле. Но вообще, люди, у которых есть способности, у которых есть таланты, для меня очень интересны. у меня есть Карина, как раз-таки, которая посмотрела и сказала, что у нее было измены. У меня в сохраненных сторисах есть информация о ней. Вот, и сказала, что по судьбе мы должны были прожить с ним в отношениях намного дольше. Да, отношения бы пришли к своему концу. В любом случае, меня эта информация успокоила. Просто я так рано не должна была уходить от него. Вот. Так что, так что, пойду я, наверное, на разведку. Вам большое спасибо за то, что вы были со мной. Всем хорошего дня.